Да, здравствуйте, мои дорогие, доброго вечера всем. Я надеюсь, меня слышно. Перед тем, как я начну с вами общаться, хотелось бы от вас опознавательных знаков, насколько меня слышно. Да, спасибо, Валерий. А то иногда бывает, болтаешь-болтаешь, а оказывается, что сама собой. Я приветствую всех. И в первую очередь, конечно, хочу поблагодарить за приглашение и выразить восхищение всем вам, которое в пятницу, в конце дня, в конце рабочей недели нашли время, чтобы провести его с пользой для себя. Надеюсь, что с пользой для себя, потому что раз вы здесь, значит, есть над чем подумать, с чем заняться. Я благодарю всем тем, кто сейчас поставил опознавательные знаки, дал понять, что меня слышно. Я очень рада вам всем. И очень надеюсь, что наша встреча сегодняшняя пройдет не просто в болтовне, извините за такое разговорное слово. Я подготовила некоторое количество практик. Мне очень хочется, чтобы вы поработали практически, потому что в болтовне бывает много информации, вокруг льется огромное количество. Часть из этой информации остается у вас, часть проходит мимо. И для того, чтобы научиться понимать, какая информация вам нужна, для чего она вам нужна, в какую сторону себя направить, чтобы найти ответы на свои вопросы, тут надо, конечно, практиковать, потому что ни одни аффирмации, ни одни установки и самовнушения не помогут. Только в том случае будет помощь, если это все будет пропускаться через ваш опыт, через практики, учитывая работу мозга, учитывая работу нейронных цепочек, которые мы выстроили уже с вами за огромное количество прожитых дней. Эти цепочки надо менять, позволять им направляться в другую сторону. Это то, что называется гибкостью мышления. И начать нашу с вами встречу я предлагаю с практики. И хочу предложить вам, сейчас я проверю, включится она или нет, практику, которая позволит немножечко гармонизовать ваше состояние. Практика эта называется «Сила стихий». Используя вибрации и энергию сил природы, мы можем позволять себе наполняться ею. Хотелось бы вам встретиться с такой практикой. Может быть, есть кто-то, кто уже пробовал ее, но она всегда будет на пользу, особенно так, как мы с вами собираемся сегодня поработать, а не просто поболтать, то нужно привести себя в определенное состояние. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам это интересно, и вы готовы к работе. И для того, чтобы проснулись и те, кто отходили, или засыпали, или отвлекались, пожалуйста, включайтесь. Еще раз напоминаю, что наша психика устроена так, что пока мы ее не включим в процесс, то ничего не получается, и все проходит мимо. Благодарю вас, мои милые, мои хорошие, мои дорогие. Рада видеть вас. Вижу знакомые имена. Сразу вспоминаю ваши лица, и от этого становится тепло и радостно на душе. Я сейчас тогда включаю практику. Если вдруг звук не пойдет, вы, пожалуйста, сразу дайте мне знать, чтобы что-то можно было придумать. Продолжение следует... Ну что, мои дорогие, я надеюсь, вы вернулись. Я, конечно, прошу прощения, я, наверное, от жары перепутала ссылочки и включила во мне ту практику, которую пообещала. Но если мы сегодня с вами, если вы захотите еще, мы еще и поработаем с практикой медитации, наполнением силами стихи. Я бы была благодарна, да, очистили, спасибо, Людмила, чтобы вы дали мне обратную связь, насколько вам понравилось. И все-таки вы ожидали одного, а получили другое. Иногда этот эффект неожиданности, он срабатывает нам на руку. Ваши ощущения, пожалуйста, опишите. Можно буквально парой слов, чтобы я получила от вас обратную связь, а благодарю. Если у вас будет желание пользоваться этой практикой, доброго вечера вам, Лиза, и пользоваться этой практикой, ее, конечно, хорошо делать, да, Ибер, совершенно верно, белые пушистые, чтобы она срабатывала, ее можно делать каждый день вечером перед сном. Если у вас есть желание попользоваться, напишите, пожалуйста, потом Валерию в скайпе, и вы получите ссылочку на эту замечательную практику и будете пользоваться. Да, благодарю всех тех, кто сейчас мне отвечает. Я очень рада, что вам понравилось. Статима, рада. Ирина, да, благодарю. Дарья, Ольга, Алла, Игорь, Надежда, Катерина, я так понимаю, правильно? Алена. Я очень рада, что вам понравилось. Это действительно так. Мы огромное количество информации слышим в окружающем нас пространстве, мы постоянно взаимодействуем с людьми, постоянно что-то слышим и в свой адрес, и не всегда это приятное. Особенно это относится к тем, кто часто подвергается, ну, как бы критике со стороны, потому что окружающие нас люди, особенно самые родные и близкие, они любят давать нам советы, указывать на наши ошибки, тыкать пальцами вроде бы из благих побуждений, но и понимая даже это, мы все равно где-то в глубине, это все остается в нас. Попробуем обязательно. Вера, попробуем, сейчас немножечко поболтаем с вами, а потом попробуем. А то сейчас все практики сразу дам, будет неинтересно. Все стряхивали, стряхивала. Это хорошо, но не забывайте, сегодня буду говорить об этом. Сейчас, кстати, я включу презентацию, потому что я что-то забыла про нее. То, что мы сейчас делали, мы убирали это все на ментальном уровне, но не всегда нам это помогает. Что такое, не хочет презентацию? Сейчас, секундочку, подождем. Может быть, она подвисла. Видите, как от огромного количества напряжения энергетического комната подвисла немножечко, и моя презентация что-то не хочет включаться. А я ее хотела бы вам загрузить. Ладно, давайте дадим ей возможность. У меня вообще все зависло. Меня слышно? Скажите, пожалуйста, вообще я здесь? Потому что у меня все висит. Ага, я здесь. Слышно, спасибо. Но все висит, и я ничего не могу нажать. Ну, значит, будем пробовать. Силы стихий включить. Чуть попозже тогда включи. Ладно. Хотела презентацию, чтобы по картинкам немножечко было поинтереснее вам смотреть. Мне очень хочется, чтобы вы понимали, что то, что находится на ментальном уровне у нас, все, что мы слышим в свою сторону, все, что мы слышим вообще, в принципе, все это оставляет отпечаток у нас и на многих составляющих наших. Те, кто ходит на встречи со мной, я думаю, уже не один раз слышали о том, что мы состоим не только из физического тела, у нас есть еще энергетические структуры, у нас есть еще душа, у нас есть много чего-всего, и все это оставляет свой след на всех структурах. Да, да, да. Очень, кстати, я рада. Видите, как хорошо все совпало, и, наверное, не зря эту практику я включила в первую очередь. Сейчас, дорогие мои, я попробую еще раз загрузить презентацию. А может быть, вы дадите мне секундочку, я перегружу комнату, может быть, поэтому она подвисла. Пять секунд не расходитесь, пожалуйста, потому что есть еще что вам рассказать, и еще две практики я вам подготовила. Да, я перегрузила. Слышно меня? Вот, все, наконец-то и презентация включилась. Да, все, благодарю вас. Как-то наши презентации, видите, захотелось перегрузиться. Я рада, что видите, какое количество энергии мы сейчас в комнату сюда накинули, что она не выдержала, ей захотелось немножечко освежиться. Вот таким образом мы с вами выстраиваем свою жизнь. Есть мы, центр Вселенной, как мы себя любим ощущать, да, есть слой жизни непосредственный, в котором мы крутимся, в котором мы вертимся. Сюда входит абсолютно все, что с нами происходит, непосредственно касающееся нас. И есть окружающий нас мир, вообще, в принципе, все, что происходит за пределами, не только касается нас. Сюда входят и люди, люди, которые непосредственно с нами общаются, но где-то там за пределами. Да, те, с кем мы общаемся, поскольку-поскольку. Это события, которые происходят с нами. И вот во всех этих слоях находится информация и о том, что мы из себя представляем, как мы относимся к себе, как мы относимся к окружающим, как мы относимся к миру вообще в принципе. Это все то, что входит в понятие «наша картина мира». У нас у каждого своя картина мира, она уже устоявшаяся. И это привычное восприятие мира, в котором лично для нас прописаны абсолютно все наши реакции, все наши принципы, все наши какие-то внутренние законы, правила поведения с собой, с окружающими. Это и наши реакции на события, которые происходят и с нами, и на события, которые происходят вокруг нас. Мы ведь с вами так устроены, что мы сначала выдаем привычную реакцию, оценку того, что произошло. И потом уже на эту реакцию мы даем оценку, хорошо это или плохо для нас. А вот тут вот кроется такая небольшая ловушка, так как мы все это делаем по привычке и оцениваем мы, исходя из каких-то своих законов внутренних, которые мы уже сложили внутри себя, мы очень часто уходим в состояние ложных убеждений, ложного восприятия себя и окружающего нас мира. Скажите, пожалуйста, знакомы вы с такой фразой, с таким понятием, как «карта не есть территория». Это очень такая расхожая фраза, и она объясняет то, как мы с вами вообще относимся к себе и к миру. Поставьте, пожалуйста, плюсики, напишите «да», «знакомы» или «нет», «незнакомы», или поставьте «минусы», чтобы я поняла, какое количество из вас слышали эту фразу. Да, видите, как замечательно. Ага, есть и те, кто нет. Ну, очень образно говоря, мне очень понравилось, как один из моих наставников рассказывал об этом, и я решила тоже позаимствовать у него, потому что сразу становится все понятно. Например, вы приехали в какой-то город, ну, пускай это будет, не знаю, Воронеж, и так случилось, так сложилось, что карту, которую вы загрузили себе в телефоне, для того, чтобы ориентироваться по городу Воронежу, карта принадлежит городу, в котором вы живете. То есть она не соответствует действительности, но вы об этом не знаете. И вы пытаетесь найти ту улицу, которая вам нужна в том городе, в котором вы находите, но карту, которую вы рассматриваете, вы никак не можете ее найти. Либо, и бывает иногда, что улицы называются одинаково, вы находите эту улицу, но путь к этому вы не можете найти никак. Кто, скажите, пожалуйста, в этом виноват? Город? Мы же начинаем злиться на тех, из выражений идиотов, которые построили так неудачно, расположили улицы, что мы ничего найти не можем, да? Или нам злиться на карту, в которую мы смотрим? Нет, просто тут существует момент несовпадения. Вот так и мы с вами живем. У нас в голове уже сложилась определенная карта реакций и отношений и к себе, и к тому, что происходит. И мы выдаем эти реакции на те события, которые происходят с нами в нашей жизни, на те обстоятельства, в которые мы с вами попадаем. А они не соответствуют тому образу, который мы себе придумали в голове. И очень часто вот этот ближний слой реальности, в котором непосредственно мы живем, и в которых находятся непосредственно люди и события, которые касаются меня, например, я никак не могу найти работу, да? Это обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь, это ближний слой моей жизни. И очень часто мы с вами не учитываем тот момент, мы разделяем понятие «я» и то, что со мной сейчас происходит, вообще с тем, что происходит с миром, и то, как я воспринимаю этот мир. То есть для нас это два отдельных слоя жизни. А на самом деле в этом кроется большое заблуждение. Это такая ловушка нашего ума. Все взаимосвязанное, то, что происходит со мной сейчас, оно непосредственным образом и отражается на общей картине мира, а общая картина, моя общая картина мира, она непосредственно отражается на том, что со мной происходит на данный момент в моей жизни, в каких обстоятельствах я нахожусь. Когда мы начинаем вот так вот целостно смотреть на себя, на свою жизнь и находить вот эти вот пазлики, которые мы потеряли, и решать те задачи, в которых мы с вами сейчас находимся, и которые мы хотим решить, не исходя из того, что я не могу найти работу вот такая, я не вдалая, а есть какие-то обстоятельства, которые привели к тому, может быть, где-то в глубине я не хочу ту работу, которую я ищу, да, я ее ищу своим сознанием, но на самом деле часть моей психики меня от этого отгораживает, потому что на самом деле у меня нету такого желания, потому что если научиться и выходить на уровень связи общения со своей душой и понимать, на самом деле мне это нужно, или я поддалась на какие-то чужие изыскания, то тогда становится понятно, почему и что со мной так происходит. Вот позвольте вам задать вопрос, какие слои вашей жизни, какие области вашей жизни провисают, ответы на какие вопросы вы сейчас ищете, что не так, буквально парой слов, отношения, здоровье, деньги, ну, самые популярные ответы, которые существуют, это именно эти три ответа, отношения, здоровье, деньги. Но если будете писать про отношения, то, пожалуйста, уточняйте, да, спасибо, благодарю, вы просто процитировали за мной. Да, в основном, в основном, чаще всего в последнее время финансы, комплексы, комплексы. Все верно, все в комплексе, но только надо понимать, что любая проблема, которую мы воспринимаем как проблема, это всего лишь отпечаток каких-то процессов, это уже следствие. Есть где-то та причина, которую нам своим сознанием не видно, и логически мы ее никак себе не можем объяснить, а иногда и можем, но можем в этом заблуждаться. Вот когда начинаешь работать не именно с деньгами, не именно с отношениями, а когда начинаешь работать со своим внутренним состоянием, когда ты начинаешь понимать и искать, что со мной происходит, почему я реагирую так, как реагирую, в каком состоянии конфликта мы находимся, да, Аленушка, совершенно верно, именно поэтому я и спрашиваю, у кого какие проблемы, чтобы, возможно, найти ответы на эти вопросы, и направить вас немножечко в непривычную для вас сторону, потому что, еще раз повторю, нейроны в нашей голове, те цепочки, которые уже сложились, это привычка наша думать определенным образом. С этой привычкой очень хорошо можно, ее можно менять, но для этого надо составлять новые нейронные цепочки. Это прекрасно делается определенными практиками, это прекрасно делается, когда ты берешь себя под контроль, когда ты начинаешь смотреть и оценивать, понимать, что я думаю, что я чувствую, и отслеживать тот комплекс мыслей, которые постоянно в нашей голове роются, понимать, что из этого является уже моим убеждением, и сделать выводы из того, что помогает ли мне это убеждение, оно вносит гармонию в мою жизнь, или наоборот, деструкцию, и разрушает, и не дает, и исходя из этого уже начинать работать с собой, со своим внутренним состоянием, и исправлять те самые конфликты, в которых мы находимся, а у нас постоянные конфликты, мы сами собой находимся периодически в разных конфликтах. Вот картина мира, то, о чем я говорила, находится у нас в голове, та самая карта, которую мы себе прописали, но на самом деле это всего лишь иллюзия, к которой мы привыкли. И когда мы позволяем себе менять эту картину мира, когда мы позволяем себе менять свое восприятие и себя, и окружающих, вот тогда мы делаем большие шаги к тому, чтобы прийти к трансформации результатов, изменить то, что нам не нравится и в себе, и в окружающих. Потому что то, что мы думаем о себе, то, как мы относимся к себе, мы неосознанно хотим этого, не хотим, понимаем мы, как это работает или не понимаем, но мы это все транслируем в мир. И окружающие нас люди общаются с нами не только видя наш образ, что-то считывается на таком тонком уровне, на таком тонком плане, что понять, вот вам тоже наверняка бывает, начнешь общаться с человеком и понимаешь, что он тебе не нравится, что-то не то, что-то не так. Это значит, ваше подсознание уловило что-то, какой-то диссонанс в том, что он вам произнес словесно-вербально, тем, что он вам транслирует на всех остальных своих уровнях. Вот для того, чтобы начать транслировать мир совершенно противоположно, не то, что вы сейчас видите у себя на экране, надо научиться понимать вообще, что вы транслируете, что вы думаете о себе. Потому что когда мы плохо относимся к себе, плохо думаем о себе, наше подсознание воспринимает это как атаку, и наше тело выдает нам реакцию зажимами. Таким образом у нас с вами и образуется определенное количество энергетических блоков, которые не позволяют энергии внутри нас течь так, как она должна была бы течь. Я думаю, что вы уже видели много раз этот слайд, о том, что цель нашей жизни не какие-то материальные блага, к которым мы периодически с вами стремимся, потому что мы люди, и нам свойственно, и нам нужно стремиться свой уровень благосостояния повышать. Но основная цель нашей жизни, внутри себя ее надо обязательным образом обозначать как познавание самого себя. Познавать себя, находить что-то, что вам мешает двигаться к тому, что вы хотите в материальном плане. И получать удовольствие от самого этого пути. Такой восточный взгляд на мир, не западный, потому что на западном мире принято считать, что все средства хороши для достижения целей своих, победителя не судят. Честно говоря, мне очень режут эти слова, не очень комфортно их слушать, потому что я всегда примериваю к себе и понимаю, что вот такой путь, он не для меня, он вызывает у меня внутреннее сопротивление. Если идет внутренний дискомфорт, то я по такому пути не пойду. Поэтому вам тоже надо учиться этому внутри себя определению. Все замечательно, правильно, Лиза? Дело в том, что мы-то все время отрождествляем себя своим улом, с тем, что мы думаем. И мы же устроены таким образом, что там столько процессов внутри нас происходит, что разбивать сейчас это и рассказывать вам, особенно в пятницу, особенно перед сном, я не буду, потому что вы запутаетесь окончательно. Надо просто понимать, что если вдруг накатило, вы что думаете, на меня не накатывает, еще как накатывает, периодически. И в этот момент просто берешь себя в состоянии, знаете, такой собранности, и ты понимаешь, что это, я это не мой ум, я это не только мое физическое тело, я это совокупность всех факторов, но я могу управлять всем этим. Ему просто надо этому учиться. Вот те, кто хочет этому поучиться, пожалуйста, приходите, чуть попозже будут ссылочки, и некоторые моменты в вашей жизни я смогу вам помочь, изменить и направить себя в другую сторону. Это к теме о том, что физический мир, плотная материя, в которой мы с вами живем, он, конечно, ставит на нас своей силой. Там частота вибрационная совсем другая, не та, что в тонком мире, в непроявленной реальности. Но эти два мира, они взаимосвязаны друг с другом, и те, кто только занимаются и ищут ответы в энергетических практиках, те, кто там, вот наверху, все время находятся, они совершенно неправы. А те, кто живут только в физическом мире, но я думаю, среди нас таких нет, иначе бы у вас здесь не было, да, они тоже не совсем правы, потому что эти два мира разделить невозможно. И надо четко и точно осознавать, что мы живем с вами в этих двух мирах одновременно, и использовать возможности и частотные, и вибрационные и того, и другого мира. Это те самые слои, среды нашей жизни, в которых мы с вами живем и находимся. И немножечко так быстренько, чтобы вас не сильно заморачивать текстом, сейчас мы с вами сделаем еще одну практику, чуть-чуть попозже. Мы своим сознанием, своим умом все время чего-то хотим. Так как мы с вами живем в социуме, и определенное количество информации в нас поступает, нам навязывают свои мысли, свои убеждения, нам навязывают свои продукты, которые хочешь, не хочешь, нам хочется покупать для того, чтобы потешить свое эго, мы все поддаемся этому. И когда мы начинаем выходить на уровень общения собственной душой со своей внутренней сущностью, когда мы учимся вот этому пониманию, когда мы учимся слышать себя и понимать, определять, нужно мне это или не нужно на самом деле, умом своим я этого захотела или моя душа к этому стремится. И если есть совпадение, если душа к этому стремится и ваше сознание тоже в эту сторону направляется, только тогда в физическом мире, в том пространстве, в котором мы с вами живем, мы делаем шаги к этому, к движению, и тогда у нас вот идет та самая гармония, о которой мы с вами, о которой мы с вами всегда хотим прийти. Да, Катерина, совершенно верно, баланс необходим. Когда мы находимся в состоянии проблемы, когда мы живем с проблемой, мы же как, очень часто определяем это внутри себя, как проблема, в которой я нахожусь. Нет денег, проблема. Нет личной жизни, проблема. Не складываются отношения с детьми, проблема. Ой, что-то там болит, опять проблема. Да, вот это состояние проблемы, в которой мы находимся, во-первых, это не совсем правильный настрой для нашей психики, надо учить себя, брать под контроль, не определять это для себя как проблему. Я рекомендую всегда относиться к этому как к задаче, которая на данный момент стоит передо мной. И когда мы находимся в таком состоянии, состоянии дискомфорта, то в эти моменты нашей жизни нам дается возможность понять, что же там происходит в моем внутреннем пространстве, какой внутренний конфликт сейчас во мне происходит, какая моя травма пробудилась, и она не дает мне справиться с этим. То есть не просто стетовать на себя, на судьбу, на окружающих, на правительство, а понимать, что что-то во мне такое происходит. И я начинаю копаться в себе, я начинаю искать, я начинаю отслеживать свои мысли, свои чувства. Конечно, не всегда это получается самостоятельно, чаще всего даже и не получается самостоятельно, потому что опять-таки тут включаются защитные механизмы, и мы находим себе своим сознанием, логикой своей такие ответы, что о-хо-хо. Поэтому тут, конечно, вам нужен человек со стороны, которого невозможно обмануть, который со стороны это все вас увидит и подведет вас к тому, чтобы вы это увидели с другой стороны. И вот этот момент, самый первый для решения той задачи, в которой вы находитесь, это момент осознания, когда вы начнете это осознавать. И уже дальше идет дальнейшая работа с тем, чтобы перестроить вот эту цепочку нейронную, научиться по-другому воспринимать себя. Ну и, конечно же, на уровне энергетики все это из себя вытаскивает весь тот мусор, в котором мы с вами в первой практике поработали. Ну это так, поверхностно, только ментальный уровень, а есть еще огромное количество других уровней, и скажем чуть попозже об этом вам. Да, вот основной вопрос, который вы должны задавать себе, находясь в состоянии проблемы, это что же происходит? Ни за что мне это? Не почему я в это вляпалась, а что происходит? И совершенно отстраненно от себя начать искать и понимать, что активировалось, какая это травма. Эта травма может быть глубоко в действии получена, и не всегда ее можно своим сознанием вспомнить, потому что не забывайте, что существуют еще такие процессы, как бессознательные процессы, то, что уходят бессознательные реакции, и мы же выдаем с вами всегда во взрослом состоянии те реакции, которым мы с вами когда-то в свое время привыкли реагировать, будучи детьми. И сейчас мы выдаем те же самые реакции. Когда начинаешь находясь в проблеме это отслеживать и понимать, ты вдруг понимаешь, что ты выдаешь эту детскую реакцию. И вот тогда уже, конечно, вам необходим специалист, человек, который поможет вам найти и понять эту проблему, в которой вы сейчас находитесь. Давайте так, я хочу вам сейчас предложить практику, да, благодарю вас, Людмила, практику, которую некоторые из вас наверняка уже пробовали. Если пробовали, то поставьте плюсики. Практика называется «Как решить проблему?». То есть мы сейчас с вами возьмем основную проблему, которая вас беспокоит, та самая задача, которую вам бы хотелось решить, и попробуем выйти на уровень в связи со своим подсознанием и найти ответ на этот вопрос. Хотелось бы вам сейчас попробовать эту практику? Есть желание? Пробовали вы ее? Она никогда не бывает лишней, даже если вы ее уже делали. Всегда есть задачи, которые нам хотелось бы решить. Благодарю всех вас. Как избавиться от страхов? Это не та проблема. Возьмите конкретно какой-то страх. Если вы знаете, какой страх у вас активен, вот просто его возьмите, как совокупность каких-то значений. Задача финансов. Вот финансы, можете обозначить эту проблему финансовую внутри себя как какую-то проблему, только обозначьте конкретно, что там у вас. Тут очень важна конкретика. И хочу вам еще вот что сказать. Очень часто те, кто начинают делать практики всякие разные, начинают говорить, вот я ничего не вижу. на самом деле, вот перед тем, как я включу вам запись, вы должны внутри себя настроиться на то, что вы позволите себе выйти на этот уровень. И не забывайте, что причину страха в этой практике вы можете попробовать, но не знаю, можете попробовать, давайте попробуем. Для этого существуют другие практики, я хотела попозже ее дать, но можете попробовать. проблему здоровья. Здоровье это уже последняя стадия, когда существует какая-то проблема внутренняя. Если хотите, обозначьте ее как проблему, чтобы понять, что привело к тому состоянию вашего физического здоровья, в котором вы сейчас находите. Хочу только единственное вам напомнить, что вы не будете смотреть телевизор, и то, что вы будете слышать, не обязательно прямо сидеть и ждать, и видеть эту картинку. Нет, просто слыша то, что я вам там буду говорить, вы просто это будете там делать. Позвольте себе это. Это основное, что вы должны сейчас внутри себя настроить. Создайте это внутреннее намерение, что вы позволите себе выйти на этот уровень общения с подсознанием и услышать тот ответ, который вам поможет справиться с теми проблемами, с теми задачами, в которых вы сейчас находитесь. готовы? Хотите? Напишите «хочу» и я включу практику. Да что ж такое? Где практика? А, вот. Ага, вопросов есть ли нет? Если кому-то нужно, иногда бывает, нужно посоветоваться, чтобы подкорректировать, как правильно сформулировать проблему, если есть такая сейчас у вас проблема, пожалуйста, обозначьте ее, мы с вами подберем, как правильно внутри себя охарактеризовать то, что вас беспокоит. У кого есть проблемы в отношениях с конкретными людьми, можете взять именно это, потому что практика будет направлена на тех, кто хочет поработать именно с самой проблемой, или конкретно с кем-то, у кого, с кем у вас сейчас, например, конфликты, никак не можете разрешить эту задачу. Ну, хорошо, поехали, тогда я хочу конкретную вещь, машину, ну, а в чем проблема? Это не проблема, Алена, не вижу проблемы здесь, хотеть можно все что угодно. Финансами, ну, в зависимости от того, какие конкретно у вас сейчас там задачи с финансами, работу другую найти, дополнительный доход, найти работу, найти работу, сформулируйте это так, как, что мне мешает найти работу, вот что-то же мешает найти работу. У меня тетя сказала, что кредиты закроют и строят на работе. Замечательно, конфликт с конкретным человеком несколько лет, вот берите этого конкретного человека, я вам там буду говорить, что делать, будете делать. Кредиты, финансы, Галина, а как вы эту проблему хотите охарактеризовать, как мне выплатить кредит, это не та проблема, вы же когда брали кредиты, вы же на что-то рассчитывали, тут можно взять за основу не могу найти работу, вот как Фатима сформулировала, тут да, тут можно понять, что мешает найти эту работу. Как с финансами сформулировать, тоже конкретно, если вы хотите какой-то дополнительный доход себе, то оформите это там, не могу найти, не могу понять, смотри себя. Если вопросов нет, давайте попробуем, эту практику вы тоже потом можете написать Валерию, вы ее тоже получите, она в свободном доступе, чтобы потом в будущем периодически к ней обращаться и пользоваться этой практикой. Я опять-таки сейчас включаю, и если не будет звук, вы мне пожалуйста дайте знать, хорошо? Поехали! Я так поняла, звука у большинства народу нет? Я отключила практику, потому что увидела много, нет, есть, есть, есть. Давайте так, у кого не было звука на практику, пожалуйста, перегрузите сейчас, пару секундочек я вам дам, и еще раз заново поставлю практику, потому что ее надо с самого начала делать. Вот, Светлана, пожалуйста, перегрузитесь, не переживайте, я сейчас еще раз ее поставлю. У кого не было звука, пожалуйста, обновите страничку, некоторое время я подожду, и начнем ее заново. так, включаю. субтитры, 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 Продолжение следует... Очень хочется обсудить с вами это. Те, кто не хочет делиться, просто поставьте плюсики, чтобы практику делали и вы вернулись в реальность, в которой мы находимся. Те, у кого есть вопросы и хочется обсудить, то, конечно, пишите, обсудим, найдем, может быть, какие-то ответы. Да, благодарю. Ответ был? Лизат. И я вас благодарю. Я рада, что вам понравилось. Ко мне пришла из самого возраста. Тут маленькая обиженная. Вот, милая Фатима, где-то там есть травма, которая закрепилась у вас. Как хорошо у вас, как хорошо образ пришел. Видите, подсознание все-таки дает подсказки. Можно найти, понять и вытащить это все из себя и позволить этому уйти и трансформировать. Потому что вот те проблемы, те травмы, которые мы с вами носим в себе, они живут в нас определенными энергетическими конструкциями внутри нас. И они не дают и мешают нам двигаться к нашим целям. Я ничего не увидела и не почувствовала. К сожалению, ничего страшного, Татьяна. Если есть желание, напишите потом организаторам, и вы получите эту практику. Дело в том, что иногда такое количество ментальных блоков находится внутри нас, и так мы защищаемся вдруг сами от себя и не позволяем услышать ответы, что они не всегда и сразу приходят. Дело в том, что тут нужна просто практика, тут нужен навык для того, чтобы приходили ответы. Нужно натренировать свою психику, свое подсознание, свое тело и свои ощущения. Этому надо тренироваться. Я рада, что у вас получилось. Замечательно, странно, все сейчас слышу, а практика не воспроизвелась. Ничего, Галина, не переживайте, запись будет, вы в записи ее потом прослушаете и сделаете. Надежда, подсказки были, человеку не хватает любви, она ждет ее от меня, но мне не хочется давать ей любовь. А почему? Почему вам не хочется поделиться любовью своей? Возможно, тоже тут срабатывают какие-то страхи. Знаете, из серии «Когда мне мало достанется?» Тут надо разобраться и понять, что вас удерживает от этого. Ответ получен, я рада. Дарья, знаете, как я рада. У меня папа, он ставит ограничения, хотя бы вот это вам не менее проще, чтобы тело не двигалось. Это из реальности понятно. Ну, это из реальности понятно, это папины страхи, а вам надо с этим справляться и либо на вербальном уровне работать и на энергетических уровнях, давать понять, объяснять и себе, что это ему, что это ваша жизнь, что вам, у вас есть свои цели. Или мы ведь каждый сюда приходим с определенными целями, с определенными значениями, которые в нас активируются во время нашего становления. Так что это его жизнь, а это ваша жизнь. Вам решать. Ой, благодарю, Фадим. Спасибо большое. У меня проблема пришла в виде маленькой принцессы, потом она даже заплакала, ничего не сказала. Ну, скажи, что я даже так услышала, благодарю. Я тоже благодарю вас, Алена. Заплакала тоже какая-то детская травма, видать, надо тоже искать, находить и убирать ее из себя. Видела реального человека, но ответа не получила. Ничего, пробуйте еще раз. А возможно, знаете, подсознание ведь с нами общается образами и ощущениями. Попробуйте проанализировать, с чем этот человек у вас ассоциируется, какие он вызывает у вас ассоциации, ощущения, реакции, мысли. И может быть, в этом и есть ответ. Покопайте сюда. Человек хочет взять любовь насильно. Да, насильно нам не надо, значит, тут надо работать другими методами, чтобы… А вполне возможно, там просто человек вампир, да? Он вампирит, а вампиров надо жестко отрезать, они нам не нужны. Вампиры действуют, знаете, каким образом? Их психика привыкает брать энергию с кого-то, а самостоятельно не вырабатывает ее. Поэтому вампиров надо жестко отрезать, и тогда они потихонечку учатся самостоятельно. Либо на кого-то другого переключаются, либо самостоятельно учатся брать энергию, а не брать с вас. Ну, благодарю вас всех, благодарю. Я рада, что у вас были результаты. Отрезаться от вампиров, ну, я вам сейчас не могу этого сказать. Для этого надо научиться. Во-первых, для этого надо научиться ощущать свои энергетические тела, свое эфирное тело. Для этого надо научиться и понимать в ощущениях, что это такое, когда есть вампирическое присосство. Но элементарно, вот то, что вы можете на бытовом уровне позволить себе сделать, при общении с этим человеком ставьте между собой и, знаете как, мысленно просто ощутите, как от него к вам тянется жгут энергетически. Чаще всего это бывает в районе солнечного сплетения, либо сердечной чакры, анахаты. Просто возьмите мысленно большие ножницы, отрежьте, и вот тот шнур, который вы от него отрезали, вот он болтается, возьмите и завяжите его как-то, чтобы он к вам дальше не тянулся. Это вот на бытовом уровне так вот элементарно, чтобы. Проблема буквально ворвалась в мою контуру, в ее медитацию, моя младшая дочь сразу пошла за постел и начинает с лопаток. Проблема в защите своих границ и пространства. Дочь уже взрослая, ведет себя как пивое зеркало, пора ее отпускать от себя, таково решение проблемы. Да, замечательный ответ, потому что детей надо отпускать, и чем раньше, тем лучше. Чем чаще и раньше и быстрее мы снимаем контроль свой над жизнью детей, тем больше блага мы делаем и им, и себе. Потому что когда мы контролируем все в наших детях, мы на самом деле таким образом пытаемся решить свои какие-то внутренние проблемы, о которых даже не догадываемся. Все держать под контролем это не есть хорошо. Я сама такая была, пока я не понимала этого долго, мне казалось, я просто люблю порядок, я просто о них заботюсь. И вот совершенно не понимала, что этот момент держания под контролем, который тоже всего лишь следствие определенных внутренних проблем, которые были внутри меня, и которые после того, как я их решила, и решала я их и на уровне энергетики убирала это из себя, те конструкции, которые уже образовались. Потому что все наши проблемы, так называемые, все наши страхи, все наши обиды, все наши непонимания, все это живет в нас, еще раз повторяюсь, определенными конструкциями, которые перекрывают внутри нас течение энергии. Эти конструкции живут на других вибрационных частотах, нежели мы сами и наши энергетические тела. И вот в этот момент, когда они начинают активизироваться, начинает срабатывать закон резонанса. Скорее всего, существует какая-то внутренняя травма, которая активирована на данный момент, вот эта конструкция активно существует. И в этот момент происходят в вашей жизни такие события, которые будут, вы знаете, как говорится, бьют по больному, а потому и бьют, что вы резонируете на этой частоте. И это срабатывает вне зависимости от того, нравится вам это или не нравится, знаете вы это или не знаете. Этот закон резонанса начинает в вашу жизнь привлекать и людей, и обстоятельства, которые будут созвучны той проблеме, той травме, которая вас активизировала. Либо это страхи, либо это обиды, либо это еще что-то. Поэтому это надо иметь в виду и знать, что когда вы с чем-то работаете, хотите это трансформировать, убрать из своей жизни, надо понимать, что это еще существует не только на уровне ума, это еще существует на уровне энергетики. Закрывает течение энергии и перекрывает ее течение так, как оно должно течь, оно перестает течь. И все, что, кстати, касается проблем со здоровьем, не помню, кто писал там в начале проблемы со здоровьем, представляете, какая огромная внутри сидит конструкция, уже многолетняя, то есть какая-то внутренняя проблема, травма или еще что-то уже много лет, и понимаете, что настолько перекрываются потоки энергии, что определенные органы, они просто не получают того количества энергии, того качества энергии, который должны получать. Соответственно, идет реакция и оно выдает именно это на уровне заболевания физического. И обращайте внимание на то, что мы с вами люди и очень любим, и неврожденные тоже, конечно, все неврожденные заболевания это следствие каких-то внутренних конфликтов. Есть еще такой момент, что, ну я думаю, вы все читали, знакомые с психосоматикой, и с этим самим термином, проблема, которая вылезла уже на уровне здоровья, это уже последний шаг, последний, знаете, пинок, который нам дается, потому что по-другому никак не получается. Требуется чувствовать энергию. Ничего ни у кого не требуется, но чем чаще, чем правильнее, чем больше практик вы делаете, вы тогда приобретаете определенный навык, и вы учитесь чувствовать энергию. А заболевание врожденное, Ален, я неправильно прочитала, да, ваш вопрос, там тоже есть причины, есть, я не могу сейчас об этом говорить, эта тема такая большая и долгая, я четко придерживаюсь, я не знаю, теории не теории, я знаю, что это так и есть, мы все сюда приходим за определенным опытом, через что-то пройти и чему-то научиться. Если врожденное заболевание, оно может быть следствием каких-то генетических особенностей, да, но точно так же надо не забывать, что какая-то задача перед вами стояла, ну не перед вами, может быть, а перед тем, кто пришел с врожденным заболеванием, это если так уходить в область эзотерики, совсем в эзотерику, со всех сторон надо это просматривать, тут нужны более глубокие специалисты, обращайтесь, я вам подскажу специалистов в нашей школе, в нашем клубе есть специалисты, которые работают по этим темам, если вам это требуется, пожалуйста, обращайтесь, все это можно решить. Как часто можно делать эту практику? Любую практику можно делать так часто, насколько вам она комфортна. Если у вас появляется желание ее сделать и найти ответ и попробовать, то, пожалуйста, вы можете это делать. Как вы видите, мы с вами очень часто уходим в состояние жертвы, когда мы начинаем обвинять кого-то в чем-то, либо обстоятельства, либо людей, и надо не забывать, что в этом состоянии мы находимся в этот момент в состоянии жертвы, а это очень низкие вибрации. Вот в эти моменты мы с вами активизируем все наши внутренние травмы, внутренние проблемы. Ой, благодарю, Надежда. Да, он сразу вводит в нужное состояние, это то, что нужно. И я почему даю практики именно с музыкой, я сейчас вам предложу еще практику, сейчас, в прямом эфире, без записи. Запись некоторой практики требуется глубокое погружение, а для этого нужно находиться в определенной вибрационной частоте. Музыка очень часто помогает именно войти в то нужное вибрационное соответствие. Поэтому вот я и записываю, и предпочитаю, чтобы они были именно с музыкальным сопровождением. Благодарю вас, Надежда, за приятные слова. Мы забываем, что мы с вами очень часто придумываем себе, то есть наш ум выдает нам определенные мысли, убеждения, которые вполне возможно могут быть совершенно ложными. И, исходя из этих сложных убеждений, мы делаем определенные выводы и уходим от своей целостности и погружаемся в то самое состояние жертвы, и погружаемся в состояние внутреннего конфликта. Вот для тех, кто хочет помочь себе и избавиться от тех травм, от тех страхов, которые вас живут, и живут они вас не только на уровне ментальном, но и живут вас на уровне энергетической конструкции, те, кто хочет позволить себе с этим справиться, то, конечно, я предлагаю вам свою руку, свою помощь. Не расходитесь, когда слушаете предложения, потому что будет еще практика. И тут еще есть такой момент. Когда вы начинаете уходить с вебинаров, а когда вам предлагают что-то, вы не даете своей психике и своим нейронам в голове увидеть другое решение проблемы, чертовка, к которому вы привыкли, она должна видеть, потому что вот вы сейчас, делая практики определенные, слушая меня, вы выдавали внутри себя реакции, нравится вам это или не нравится. И если вам понравилось, а в тот момент, когда вы начинаете слушать, что мне тут продают, втюхивают, абсолютно ничего не продаю, не втюхиваю, я просто вам предлагаю, чтобы вы знали, что есть возможность решить проблемы, которые вы никак не можете решить. А ваша психика должна это видеть, понимать и ощущать. То есть вы своим внутренним состоянием ей показываете, что все можно решить. Это не проблема, все решаемо. Нейроны должны образовать определенные цепочки, поэтому всегда слушайте предложения спикеров, потому что вдруг завтра вам это вспомнится и пригодится, вы будете знать, куда идти. И состояние безнадежности не будете впадать. Вот те, кому нужно, и те, кто готовы, и те, кто хотят, должны понимать, что решить задачу можно только тому, кто готов взять на себя ответственность за решение этих проблем. Потому что я работаю. Сейчас мы делали такие приятные практики на расслабление, а работа по трансформации, она такая, она работа. Это не волшебная кнопка, которую нажал и проснулся в другой реальности. Там надо будет повспоминать, там надо будет вывести на уровень осознания, там надо будет где-то сковырнуть у себя что-то, чтобы это проявилось. А это работа, это внутренняя работа, это определенные резервы психики, это определенные резервы энергетики. Поэтому те, кто готовы, пожалуйста, переходите по ссылкам и оформляйте заказ, потому что иначе можно ходить по вебинарам годами и никаким образом не помочь себе, а только еще больше отдаляться от себя. Потому что не всегда все лежит на поверхности. Многие вопросы решаются вот именно так глубоко, когда надо искать. Я предлагаю три встречи, на которых мы решим конкретную вашу задачу, проблему, в которой вы находитесь. Но только не то, что касается денег. Я с деньгами не работаю, ну, по крайней мере, не сейчас я вам это предлагаю. А вот если вы живете в состоянии страхи, постоянно активизируются тревоги, тревожность какая-то присутствует, или вы злитесь на кого-то, или находитесь в постоянном состоянии гнева. Вот то самое деструктивное состояние, которое не позволяет вам быть в гармонии с собой. Все то, что вызвано внутренними какими-то конфликтами. Вот, пожалуйста, тогда приходите и очень хорошими, интересными и приятными техниками, практиками мы сами это все дело вытащим из вас, трансформируем и перенаправим ваши мысли в другую сторону. Создадим новые нейронные цепочки, они позволят вам менять модель вашего поведения и восприятия. Трансформация происходит на всех уровнях нашей составляющей, на уровне ума, тела, души и энергетики. Работаю я индивидуально, это только индивидуальная работа в скайпе. Поэтому переходите, сохраняйте ссылки, если вы сейчас не готовы. Но имейте в виду, что те, кто сегодня это дело сделают, оформят заказ, те получат в подарок от меня три энергетические практики, связанные просто с работой энергии, для того, чтобы научить себя ощущать энергии, для того, чтобы это вошло у вас в навык, для того, чтобы те, кто хотят научиться работать энергетически, да, все эти практики, энергетические практики, надо вводить это все на уровень навыка, чтобы тело привыкало, чтобы психика привыкала, подсознание. Для этого вот я вам предлагаю три практики, включение в поток энергии Вселенной, позволить вам научиться ощущать эти энергии, и это своего рода такой, знаете, якоречек, который мы поставим для того, чтобы как только вы вспомните об этом, у вас энергия начнет внутри циркулировать и полностью наполняться. Вторая практика, это практика, как правильно настраивать энергообмен с миром. Фатима, милая, если вы здесь и не ушли уже, пару слов, пожалуйста, напишите об этой практике, вы же ее пробовали, извините, конечно, что я по вам обращаюсь, просто я не знаю, кто еще здесь есть, из тех, кто пробовал. Если кто-то есть из тех, кто пробовал эти практики, пожалуйста, пара слов, понравилось, не понравилось, что вообще происходит внутри вас. Дело в том, что когда мы общаемся с людьми, Алена, вы, по-моему, писали по поводу вампиров, да, это неправильно выстроенный энергообмен с миром и с окружающими нас людьми. Очень часто мы отдаем больше, чем принимаем, либо наоборот принимаем больше, чем отдаем. Вот для того, чтобы быть в гармонии и на уровне энергии, и внутри себя, эта практика замечательная, она позволит вам выстраивать энергообмен с миром. Это совершенно на других вибрациях существовать, очень хорошо помогает выстраивать пространство вокруг себя. И третья практика – это практика взаимодействия с денежной энергией. Она, я вам не скажу, что вы сейчас прям начнете эту практику делать, и вы прямо деньги к вам рекорды потекут. Нет, эта практика позволит вам научиться, она научит вас ощущать эту денежную энергию и правильно распределять ее внутри себя. Вот эти три практики правильно, изо дня в день, делания и помогут настроить и вашу психику, и ваше тело, и вашу энергетику на решение тех задач, тех проблем, с которыми вы сейчас работаете. Благодарю вас, Фатима. Вот, пожалуйста, да, если есть вопросы, можете прямо обратиться к Фатиме. Я напробовала одну из этих практик. Если есть у вас желание, то, конечно, при покупке коуч-сессии по пакету «Алхимия жизни» вы эти практики получите в подарок. Взаимная Фатимочка, я тоже рада знакомству с вами. Если вы понимаете, что вам хотелось бы, но вот сейчас пока не получается по времени или еще как-то, сохраните ссылочку на «Алхимию жизни», но тогда вы можете попробовать энергетические практики, вот эти все три практики, Людмила, можно кинуть еще раз ссылочку на именно энергетические практики, 750 рублей, и эти три практики вы научитесь взаимодействовать с энергиями и позволите себе видеть на другой уровень общения и с тобой, и с окружающим миром. И в любом случае, даже если вы просто приобретете эти практики, вы можете связаться со мной, и если нужна будет какая-то консультация или помощь, то я с вами встать и всегда буду на связи. Вот, в принципе, такое у меня предложение. Я смотрю, народ так потихонечку ускакивает. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто еще здесь, и хотел бы еще попробовать практику. Пока не скажу, какую, пока не посмотрю, сколько вас здесь. Кто остался, Вадима, в первых рядах? Да, благодарю. Не уснули, да? Не сбежали, молодцы, это приятно, благодарю вас. Не забывайте переходить по ссылочкам и сохранять их. А практику я вам... Хотя мы уже с вами, смотрите, полтора часа как. Не устали? Может быть, уже хочется разбежаться и бухнуться поспать? Ага, это хорошо. От того, что завтра суббота и есть возможность поваляться. Ну, конечно, практики подделали, подчистили себя, чего бы еще не остаться, да? Ну, хорошо, тогда я вам предложу сейчас еще практику. Она будет не в записи, она будет прямо сейчас мною здесь с вами говориться. Смотрите, в какую сторону она направлена. Мы с вами состоим из огромного количества составляющих. У нас есть так называемые аспекты нашей личности, каждый из которых отвечает за определенные наши качества, свойства, за те роли, которые мы с вами исполняем по жизни, за те наши деструктивные, дискомфортные состояния, в которых мы находимся. Сюда же входят и страхи, сюда же входят какие-то наши, так называемые, комплексы. Вот мы можем сейчас с вами позволить себе немножечко по-другому взглянуть на это, познакомиться с этим аспектом нашей жизни. Для чего это можно позволить себе сделать? Каждый аспект этот, вообще все аспекты, это вот те самые бессознательные программы, которые в нас живут. Но у каждого из них есть определенная цель для нас, не для себя, а для нас. Когда мы находимся в состоянии деструктивного восприятия себя, в не очень комфортном состоянии, мы должны, во-первых, понять, что какую-то цель преследует вот эта часть наша. Возможно, это та самая душевная травма, о которой мы сегодня с вами говорили, она активизировалась. И тот аспект, который отвечает за эту душевную травму, он нас к чему-то ведет. Там на самом деле целая цепочка целей, по которой мы должны пройти, чтобы понять вообще, как нам выйти из этого круга, и чтобы этот аспект не был в конфликте с вами. Их у нас живет огромное количество, они взаимодействуют постоянно и с собой, и с нами, и большая часть из них находится, как знаете, в гармонии друг с другом, и с нами. Мы их не ощущаем, они нам не мешают, когда все в гармонии. Вот как только вы находитесь в состоянии деструкции, психанула, раздражаюсь, злюсь, гнев идет, обида, это кто-то из них проявился, кто-то, отвечающий за вот это состояние, за ту травму, которую сейчас активизировалась. Я хочу предложить вам сейчас познакомиться с одним из этих аспектов, каждый со своим, который сейчас вы определите, как того, с которым вы хотите познакомиться, и попробуем узнать, что он хочет от вас, к чему он вас ведет. Задачу мы не решим, то есть мы трансформацию не сделаем, но, по крайней мере, ответ на вопрос вы получите, и, возможно, будете знать, что вам делать дальше. А если решите, что, узнав это, вам нужно, например, прийти и поработать дальше со мной, его трансформировать, то, пожалуйста, буду только рада. Интересно это? Если интересно, то пишите «да», и мы с вами тогда, пока вы еще полны сил, мы это дело сделаем. Благодарю. Если не интересно, пишите «нет», но только не молчите. Убрать страх навсегда. Да, страхов у нас на самом деле огромное количество. Если вы знаете конкретно о каком-то своем страхе, Катерина, то возьмите конкретно сейчас его, а просто страх – это ни о чем. У нас там такие нюансы страхов, что вы просто запутаетесь еще больше. А как сформулировать? А смотря, о чем хотите поговорить, давайте, у кого есть непонятность, как сформулировать то, о чем вы хотите узнать, давайте попробуем. Алена, что конкретно, о чем хотите формулировать? Ага, Анна, интересно. Замечательно. У кого есть непонятки? Нет, ничего представлять не нужно. Вы должны внутри себя сейчас определиться, каким своим недостатком, допустим, вы хотите поработать и узнать, к чему он вас ведет, что он от вас хочет, что он хочет вам сказать, какую цель преследует для вас именно. Интересно, только я не пойму, злость может быть вполне адекватной, а страх – как при беспряжении. Нужно ли все эти эмоции убирать? Если это вам мешает, убирать не надо, нет. Совершенно верно, это все входит в систему нашей безопасности, потому что без этих проявлений эмоций мы не можем понять, что с нами происходит. Совершенно верно. Но если это деструктивное состояние, если этот цаг, например, не позволяет вам сделать какой-то шаг, вы чего-то опасаетесь все время, тут надо конкретно, понимаете, вот если вы мне больше конкретики дадите, мы с вами разберемся, как, если вам это мешает, то берите это как вот в проблему, которую хотите решить. Если вам это не мешает, то этого и не надо. Если вы постоянно находитесь в состоянии злости и на все реагируете со злостью или с гневом, значит, это проблема. Аспекты наши выдают себя нашими реакциями, то есть пока мы не выдаем какую-то реакцию негативную на какие-то события, мы не можем понять, проявился он или не проявился. Ага, рада, что вы поняли. Но я так понимаю, больше ни у кого нет никаких вопросов. Тогда приступим. Ставьте плюсики и приступим. И еще раз напоминаю, мы не смотрим кино, мы не смотрим телевизор. Образы, которые будут приходить, мысли, которые будут посещать, людей, которые будете вспоминать. Это все оно и есть. Замечательно. Хорошо. Поехали. Я так думаю, что раз замечаний по звуку не было, то меня слышно нормально. Поехали. Садитесь поудобнее и прикрывайте глаза. Ножки стоят на полу, тело расслабленное. Только обязательно вам надо не лежать, садитесь, но так, чтобы тело было удобно и комфортно. Сделайте глубокий вдох. Можно. Сейчас сделаю. Вот так сделала. Если не фонит, то я так оставлю. Сделайте глубокий вдох и мягкий плавный выдох. И еще раз вдох. И выдох. Хорошо, Людмила, тогда присоединяйтесь. На выдохе все ваши мышцы расслабляются. Напряжение уходит. Вы как бы выдуваете из себя все напряжение, все неприятности. Если где-то в теле ощущается какой-то дискомфорт, просто выдуваете, как будто в трубку дуете. И сосредотачиваете все свое внимание только на дыхании. Вы как бы пытаетесь посмотреть на этот процесс дыхания со стороны. Вы делаете вдох и выдох. И пытаетесь уловить то мгновение, когда вдох перетекает в выдох. А выдох перетекает во вдох. Пытаетесь поймать эту границу, эту тонкую границу, но у вас не получается, но вы продолжаете следить за своим дыханием. Вдох и выдох. И с каждым выдохом ваше тело еще больше расслабляется. И вы создаете внутри себя намерение провалиться в свою психическую глубину, в свое подсознание. И проваливаете с него. А своим сознанием продолжаете сосредотачиваться на дыхании. Наблюдаете за ним. Вдох и выдох. Вдох. А на выдохе вы видите себя перед дверью. Рассмотрите ее внимательно. Какая она, какие придут к вам ассоциации, образы, какого она цвета, какого она материала, какая у нее ручка, какой у нее замок. Осмотрите ее внимательно. Присмотритесь к ней. Вы стоите перед дверью и знаете, что там за ней находятся аспекты вашей личности. Каждый из них за что-то отвечает. Многие из них находятся в полной гармонии с собой и с вами. Но вы внутри себя сейчас думаете о том аспекте, с которым бы вам хотелось познакомиться и узнать кое-что. Вы просто сейчас думаете о том неприятном деструктивном состоянии, которое вам мешает. Обида, конкретный страх. Вот у кого что есть беспокоищее, может быть какой-то недостаток, как вы считаете, который у вас есть. Подумайте об этом и протяните руку к ручке двери. Хорошо, Ольга, только вам надо находиться внутри, там в медитации. Да, возьмите вот то, что вы сейчас написали. Закрывайте глаза, увидите себя перед дверью, положите руку на ручку двери и с четким намерением, что сейчас вы откроете дверь и увидите свои аспекты и среди них будет тот, который вас интересует, вы мягко и не спеша открываете эту дверь и оказываетесь в каком-то пространстве. Что-то там перед вами сейчас раскрылось. просто посмотрите какое оно большое, маленькое, высокое, низкое. Может быть что-то напоминает, может быть какие-то образы сейчас возникнут у вас. Попробуйте ощутить это пространство комфортное, дискомфортное, светное, темное, плотное или разряженное. и пока вы рассматриваете его, вы замечаете, что в этой комнате есть аспекты вашей личности. Это какие-то образы сейчас перед вами возникают, вы кого-то видите. Это могут быть совершенно разнообразные образы. Вот какие придут, такие и принимайте. Они все общаются друг с другом. Кто-то просто общается, кто-то возможно конфликтует, вы просто сейчас наблюдаете за ними и смотрите, что там происходит. Это ваше внутреннее пространство, те части вас, которые отвечают за определенные качества и направления вашей жизни. Сейчас зайдите в это пространство так, чтобы они вас увидели. И вот из того многообразия, которое вы сейчас видите, перед собой выделите своим вниманием того, тот аспект, с которым вы хотели пообщаться. Он будет выделяться из общей массы. Вы поймете, что это он. Вот тот, на ком ваше внимание заострится, это он и есть. Если не получается, то попросите этот аспект выйти вперед. Выразите желание познакомиться и пообщаться с ним поближе. И сейчас обратитесь к нему, поблагодарите за то, что он пришел и спросите его, что он хочет именно для вас, какую цель он преследует и почему он это хочет. И внимательно выслушайте ответ. Ответ может быть опять-таки в разных образах, может быть мысли какие-то сейчас придут, может быть картинки вспомнятся, может быть вы правда услышите, а может быть это внутреннее знание, вот просто я знаю, вот и все, это и будет ответ. Позвольте себе услышать это, не сопротивляйтесь, не ждите, что он сейчас начнет открывать рот и вы все услышите. поблагодарите его за ответ, если ответа не было, то ничего страшного не переживайте, возможно вы не готовы услышать ответ, но вы можете еще раз попросить его более настойчиво задайте этот вопрос еще раз, поблагодарите его и скажите ему я помогу тебе реализовать твою цель и внимательно посмотрите как он будет воспринимать эти ваши слова и самое главное внутри себя создайте это намерение осуществить ту цель, которую вы сейчас услышали и ощутите вот этот вектор вашего движения к той цели, как будто вы уже делаете первый шаг к тому, чтобы начать это делать поблагодарите еще раз свой аспект и не спеша можете выйти из той комнаты и прикройте за собой дверь и посмотрите осталась ли она в таком же состоянии в котором была изменилась ли она как-то просто оцените ее и там стоя перед дверью закройте глаза сделайте глубокий вдох и на выдохе ощутите себя в той комнате где вы находитесь не открывая глаз пошевелите телом подвигайте немножечко и теперь можете мягко и не спеша открывать глаза возвращаться в чат в реальность и если есть вопросы задавать их если нужна расшифровка давайте попробуем те кто не хочет выдавать свои тайны просто плюсы или минусы были не были получилось не получилось услышали не услышали а те кто хочет более конкретно это обсудить то пожалуйста только буду рада вы же не уснули почему такая тишина ну хорошо ответы были более терпеливой ну значит видите ответы есть надо только понимать какими путями к этому идти вообще если правильно и грамотно работать с этим аспектом вот кстати то что я предлагаю вам по продукту алхимия жизни мы поработаем с этими аспектами мы их выявим и узнаем всю цепочку тех целей которые они преследуют то есть быть терпеливой какими шагами надо к этому прийти вот 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 эту всю цепочку пока мы ее не пройдем вы не поймете что вам нужно делать плюс еще трансформировать его на энергетическом уровне чтобы он перестал быть таким активным и вообще заменить его на совершенно другой я не поняла ничего страшного Лена такое бывает потому что такой опыт такая практика она требует определенного навыка этому можно тоже учиться образ мужчины Елена а ответ был на тот вопрос который вы хотели узнать видела дверь большую все в синем цвете дверь дубовая классная но ответа не поймала ничего если есть необходимость приходите со мной индивидуально точно уловите и и узнаете за этой комнатой за этой дверью было ваше пространство ваше внутреннее пространство ваше восприятие себя жизни мира это ваш внутренний мир помните темнота была никого не увидела скорее всего закрываетесь от тебя и не позволяйте этому проявляться дверь была стеклянная золотая ручка когда открыла там звери деревьи сотрудники еще что-то непонятно у меня ответов не было сотрудник в ближайшем и вообще я хочу сдать экзамен на права ну вот тут что-то да как-то подсознание ваше куда-то привело не совсем понятно куда я просто не знаю какой вопрос вы задавали и с чем это было связано если ваш вопрос был связан с чем-то связанным с этим экзаменом значит в этом есть какой-то ответ очень интересно ко мне претензии имеет мое женское начало ну вот скорее всего оно либо задавлено либо не принимается женское начало и хочется его наносительным образом изменить а его надо принимать в том виде в котором оно есть увидела свой аспект и он сказал улыбаешь что я тебе не мешаю типа ты сама придумала этого даже замечательно благодарю получил ответ ну замечательно те кто получили ответы те кто не совсем получили ответы те на которые рассчитывали не переживайте потому что это тоже опыт это тоже навык это такое подготовительное упражнение для того чтобы вот начать уже двигаться в эту сторону если есть желание и хочется с этим справиться это одна из тех технологий с которыми я работаю уже глубоко узнавая всю цепочку этих целей и по трансформации этих аспектов пожалуйста приходите буду рада большая жирная лошадь сидит в тресне пенокуре когда я спросила что она не хочет двигаться сказал нас и тут не знакомы иминициатива иминициатива как у нас будет предсказать что это моя леность и попуститель какие потрясающие образы Алена я в восторге понимаете да сами подкармливайте свою леность мне кажется мы с вами уже что-то обсуждали когда-то на какой-то из встреч перестаньте ее подкармливать вот и все замечательно ну что мои хорошие мы с вами провели практически 2 часа вместе время-то уже такое пора отдыхать я очень да ну замечательно я рада что вы впервые и у вас есть такие видите интересные ответы на вопросы пожалуйста имейте ввиду что я могу вам помочь в решении ваших задач приходите поработаем потрансформируем и на энергетическом уровне и на уровне сознательном и нейронные цепочки новые создадим и уберем конструкции ненужные все кто придут на алхимию жизни поработать конкретно это 3 сессии индивидуальные скайп сессии все получат в подарок энергетические практики если есть желание сейчас заняться практиками то пожалуйста можете за 750 рублей очень очень демократическая цифра приобрести эти 3 практики замечательные которые помогут и научат вас работать с энергией и приучат вашу психику ваше тело я тоже очень рада нашему знакомству я очень рада что вы провели время сегодня со мной и надеюсь что вы не пожалели и вам было полезно во всех смыслах и в плане информационном и в плане практическом потима взаимно я тоже очень рада вас видеть и тоже к вам безмерно благодарна за то что вы были сегодня с нами благодарю всех тех кто позволил себе провести это время с собой внутри себя покопаться поразбираться поискать ответы послушать понаправлять свою психику в нужную сторону создать новые нейронные цепочки пожалуйста не отступайте от своих целей двигайтесь мы вам только в помощь выбирайте себе те кто вам нравится с кем вам комфортно и очень надеюсь что вы придете мы поработаем и я смогу вам помочь в решении ваших задач на этом я буду с вами прощаться все кто захотят практики пожалуйста напишите напишите скайп Валерию вы получите ссылочку и получите практики в подарок те которые мы сегодня с вами делали полезные, замечательные нейронные цепочки будем строить стройте всем да всем хороших выходных всем сладких снов чтобы ваша психика если нужно ваше подсознание продолжило сегодня работу и во сне пришли ответы на те вопросы которые мы сегодня с вами запустили потому что это так и может быть обращайте внимание на то что вам будет сниться и скорее всего вы сможете дополнить те ответы которые были вам сегодня эти два часа как десятилетка я надеюсь это в хорошем смысле много информации за два часа вы получили я правильно понимаю это Наталья ну что мои хорошие я рада была сегодня вам всем всем удачи всех благ а я передаю слово Валерию до свидания спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...